Привет, ребят! Я обратил внимание, что понравилась такая рубрика как распаковки посылок, поэтому пришло еще две посылки. Я уже прощупал их руками, понял, что это такое и думаю, вам будет полезно. Вот эта посылка небольшого размера, это вольтметры, по крайней мере на ощупь это вольтметры. Немножко другие они, другого размера, другая упаковка. Аккуратнее надо было немножко скрывать. Так, какой я вот этот вот надрезал. Это тоже двухконтактные вольтметры, но это уже стандартного размера, большие и в корпусе. Я думаю, понятно вам, да? Плюс красный, минус черный. Все стандартное. Обычные самые вольтметры, но они без ремоута. Хорошие вольтметры, я удовлетворен, по крайней мере внешним видом их удовлетворен. Так, тоже не скрытый пакет. Это что-то для столярки. Да, это вот такая штука. Очень интересная, мне показалось, что она мне пригодится. Поэтому я ее на распродаже заказал. В общем, вот такая вот штукенция. Можно какую-то фигуру сделать и обрисовать. Причем, ну, можно как шаблон использовать. То есть, вы фиксируете вот так. Самое главное, я так понял, не переборщить. Потому что она все пластмассовая, дешевенькая такая. Все это фиксируется. И какие-то можно фигурки повторять. То есть, вы зафиксировали, когда хорошо. У вас эта линейка, она в определенном положении застывает. И вы поставили где-то там. Раз, один сделали. Отставили, второй обвели. То есть, и одинаковые детали, например, можете обвести несколько штук. Ну, может быть, кому-то понадобится. Может, кто-то столяркой увлекается. Там, какими-то... Может быть, ему что-то надо чертить. Например, вот ромбик, видите, такой. Можно начертить. Можно какую-то трапецию неправильную начертить. Треугольник можно начертить. Что-то такое. Как шаблон использовать фрезеровочный, конечно, его не очень. Как он подходит. Но если у вас несколько подшипников, то, в принципе, можно использовать и на фрезерном столе, как шаблон. Но это... Нужно два подшипника точно. Потому что здесь... Толщина вот этого пластика, она примерно 4 миллиметра. То есть, общая толщина где-то 8-10 миллиметров. 10. Пятерка, да? Да, пятерка. 5 миллиметров. Ну, с глазомером у меня всегда было плохо. Я уже говорил об этом. Такую вот трапецию можно нарисовать, например. Я вот так зажал. И пошел чертить. То есть, не нужно ничего изобретать. Все, в принципе, готово. Единственное, что здесь с точностью, конечно, какие-то проблемы будут. Потому что вот здесь надо будет выставлять. Каким-то вот таким вот образом. Я не знаю там. То есть, один раз выставил размер, зафиксировал его. И куда-то можно переносить, копировать на несколько деталей. Если у вас, например, нет фрезерного стола. А что-то такое простое. Ну, или какое-то не сильно точное что-то делать. В общем, такая вот линейка. Просто тупо потратил деньги, что называется. Ну, что-то можно, наверное, с ее помощью делать когда-нибудь. Где-нибудь я ее наверняка использую. Пока что фантазия не особо у меня сейчас работает. Я немножко приболел. Мозг тупит жестко вообще. Такая вроде прикольная штука. Не знаю, может кому-то из вас понравится. Вольтметры точно хорошие. Наверное, сейчас даже проверю какой-нибудь из них. Вот так просто подключу. Ну, просто чтобы проверить. Засветится, не засветится вообще. Да, 13,6 показывает. 13,5 даже. Красного цвета. Самый обычный вольтметр, простой. Ну, ссылочку, как всегда, в описании дам. На этом у меня все, ребята. Надеюсь, видео оказалось вам полезным. Возможно, кто-то просто искал вольтметры подешевле, чтобы не платить там по 300-400 рублей. Кто-то, может быть, с Али закажет себе несколько штук, поставит в машину. Может быть, у вас мастерская по автозвуку. Может быть, вам нужны вольтметры постоянно. Может быть, вам дешевле будет брать, чем оптовика. Например, взять в Китае, может быть. В основном так получается дешевле. Насчет вот этой рамки. Я даже не знаю, что с ней делать на самом деле. Я не помню, какие мысли у меня по поводу нее были. Для чего-то я ее покупал. Какая-то задумка была. Потеплеет немножко. Пойду в мастерскую. Буду что-то делать. Покажу вам обязательно. Так что, если вам интересно, что будет в дальнейшем на канале, не забывайте подписываться обязательно на канал. Будет много еще интересных видео по автозвуку. Распаковки тоже. Если что-то буду заказывать, обязательно буду снимать. Просто это до сих пор еще ноябрьская распродажа. До сих пор еще до меня едет. До сих пор до меня едут посылки. Ну, Китай в своем репертуаре. Так что, если вы готовы ждать, то заказывайте. Ссылочки я в описании дам. Вольтметры вполне годные. Тем более, за те деньги, сколько они стоят. Так это вообще, по-моему, мана небесная. Всем, кто ставит лайк, большое спасибо. Большой вам удачи в жизни. Чистого громкого звука. Пока, пока, увидимся.